Уважаемые коллеги, тема нашей пресс-конференции реализация транспортно-транзитной стратегии Республики Казахстан в рамках пяти институциональных реформ. Глава государства в плане нации 100 шагов выделил особое значение интеграции Казахстана в международные транспортно-коммуникационные потоки. И сегодня у нас в гостях на нашей площадке мы пригласили эксперта, директора Казахстанского института стратегических исследований Ирлана Туныбаевича Карина. Добро пожаловать. Пожалуйста, вам слово. Рахмет. Кайрлуган куметтарпестер. Ен алдымен баршаңызды кешеветкен кәсвей мерекелеріңізді бен журналистика көнемен тағы дабыр күтікті қорқсат етіңіздер. Сарапшылар қалымдастыға әрқашанды өз жұмысын ақпарал, бұқаралға қпарат құралдарымен бірлесіп атқарат. Сіздерін арқаларымызда біздер өз пікірлерімізді қоғамға жұршылыққа жеткіземіз. Біздің еңісті мұнда жұмысында да негізге осы бағытмыз ақпарат қалдарымен түгіз байланысты. Соныттан сол бірлескен жұмыс үшін осындай өзекті мәселерді көтеру деге, сіздерін көмектеніз қолдығыларын үшін тағы да өз атынан сұрапшылар қалымдастығы атынан да алғысында білдерім келеді. Күрметті әрптестер, бүгінгі біздің бір еңістің негізге тақырыбы ел басын ұрстан Абышыл Назарбаевтың бастаған бесен саналдық реформан аясында жүзуге асырлатын жаңа бағыттар, атап айтыққанда транспорттық, транзиттік стратеген жүзуге асыру мәселерін талқылайтын боламыз. Қазақстан қазір өзінің дамуындағы маңызды жауапты кезенге аяқ басыуда, ел басыға сұнған бесен саналдық реформа мемлекеттің қоғамының алында жаңа мазмұндағы кардиналды жаңа стратегиялық күн тәртімін анықтады десек болады. Және де бұл тек бізді мемлекет аясында емес, Қазақстан қазір бастағалы отырған жаңа реформалары тұтастай пост кеңестікте көпшілігінде қызғушылық тудырды отырған жаңа модернизациялық трендке бастауы салғандай болуатыр. Мүмкін сұдан да болар, кәзіргі осы Қазақстанда талқылған жатқан басталғалы жатылған модернизациялық жаңа өзгерісті, реформалар әсіресе шетелік сұрапшылыға тарапынан өте көп қызғушылық тудырды. Осы күндері біздер түрлі шетелдегі жиындарға, конференцияларға сұрапшылыған басқысуына дейе, осындай шақырылар келіп сұрапшылыға түрлі әртілі тақырыпты. Қауіпстік мәселесіне, экономика, саяси, геосаяси тақырыптырға. Бірақ енді баратын алында шақыры ұжатқан жаңаға шетелдік сұрапшылар үйімдары, зертте үйінсіттары біздерге міндетті түрде өз баяндамаларыңызда сіздердегі кәзі басталға алтырған бейсенционалдық реформа мазмұның бағытын бағдарын тағыда бір бізге арнайлап баяндама жасап періңізді өтіншітерін білдір бұратыр. Қызуышылық өлкен өте өте зор. Бізде қазір осы бағытта бір қатар жұмыстарды қолға алдық. Құлтек қанада шетелік сұрапшыларынан бірлесіп жұмысты үйімді ұйымыз. Сонымен ғатар осы бейсенционалдық реформаң аясында жүзіге асырылатын қадамдарының мазмұны бойынша да қосымша басқа да сұрапшылармен бірге талқылар өткізу. Сәуір айынан бастап біздер аймақтарда бейсенционалдық реформаң мазмұны бағыт бағдары бойынша аймақтарда түрлі кезесілер өткізген болатын біз. Басказастан қазастан обызда, онсын қазастан обызда, Алматыда, Атырауда, Сайлау, науқа, найақталған әңімді біліNDі біз ңгіз H облакасқа бағақты Аards, ұрапшылар бігін білді бәді көше аOYмақтарда түрлі көн көмірі. Уважаемые коллеги, основная тема сегодняшней нашей встречи – это реализация транзитно-транспортной стратегии Казахстана в рамках пяти национальных реформ, инициированных главой нашего государства Назарбаева. Нужно отметить, что сейчас наша страна находится в ответственном периоде своего развития, периоде инициации нового пакета плана модернизации, и в этой связи начата очень большая интенсивная работа, сейчас идет большая работа в рамках национальной комиссии и в рамках рабочих групп, которые созданы внутри национальной комиссии. Достаточно большая и напряженная работа, к этой работе подключены сейчас десятки, сотни разных аналитических групп, центров, институтов, неправедственных организаций, общественных объединений, идут достаточно такие многочасовые дискуссии в рамках этих рабочих групп, каждое предложение, инициатива или предлагаемая мера достаточно предметно глубоко обсуждается. Выдвижение Настана Назарбаева программы «Пяти реформ», ну, прежде всего, как политический эксперт, как политолог, я рассматриваю как выражение самого политического феномена национального лидерства. Почему? Потому что в мировой политической истории именно национальные лидеры, ключевые моменты развития своих стран выдвигали стратегические программы развития, определяли новую повестку, которые задавали фарватеру успешного развития этих стран. Не случайно многие эксперты, и зарубежные, особенно в пяти национальных реформах Настана Назарбаева, отмечают параллели таким программам, как трехшаговая стратегия Дэнсо и Пинна, или семь принципов Ли-Конью. Это созвучие не случайно, потому что все эти программы явились отображением фундаментальных стратегических целей развития государства. И на это были нацелены усилия этих государств, этих обществ, консолидированные именно усилия, в центре которого всегда стоял фактор национального лидера. Точно так же и сейчас. Настан Назарбаев уже не раз демонстрировал умение формулировать новую стратегическую повестку, задавать новое содержание развития страны. И фактически программа «Пяти национальных реформ» — это продолжение реформаторского курса Настана Назарбаева. Но сейчас речь идет не просто о принятии каких-то изменений или осуществлении каких-то реформ. Речь идет о том, что в результате этих изменений мер, которые будут приняты, обеспечат переход страны на новые стандарты качества жизни. Здесь, конечно, каждая инициатива или каждая мера, которая сейчас предлагается, обсуждается, они анализируются с точки зрения стандартов и критерий ФСР. Конечно, заявленная цель о вхождении в тридцатку развитых государств, здесь нужно отметить, это не сама цель. Это, конечно, показатель верности и успешности наших предпринимаемых действий, но главная стратегическая цель — это именно обеспечение перехода страны и общества в экономическом, в политическом, в культурном, в гуманитарном и в иных и других сферах, именно на новые стандарты и критерии, на новые стандарты качества жизни. То есть это главная краеугольная камень этих реформ. И здесь надо отметить, что предлагаемые реформы, они базируются на идеологической платформе Манглик-Ель, которая станет совокупностью базовых ценностей казахстанского общества, сформированных за эти 24 года независимого развития нашей страны. При этом главной фундаментальной ценностью концепции Манглик-Ель провозглашается независимость, укрепление государственности. И это не просто программа развития или новые концепции реформ, а в некотором смысле это, так скажем, цельная стратегическая доктрина, которая включает в себя все ключевые цели, задачи, приоритеты, сформулированные нашим лидером, нашим президентом. В некоторой степени, я думаю, его можно назвать в некотором смысле доктрина Назарбаева, которая включает все ключевые фундаментальные его идеи и инициативы. Президент, как известно, выдвинул не только концепцию реформ, но и предложил конкретный четкий алгоритм осуществления этих изменений, в частности документ 100 конкретных штоков в план нации. И я хочу просто отметить, что заявленный, предложенный документ 100 конкретных шагов, это является всего лишь первым этапом реализации реформ. И у некоторых экспертов, наблюдателей складывается, может быть, не раз, мне кажется, ошибочное представление, что это является исчерпывающим, может быть, списком предлагаемых, перечнем предлагаемых изменений. Нет, это всего лишь алгоритм действий, которые будут приняты в первый этап реформ. Каждая новация, каждое изменение, которое будет обсуждено и принято по итогам работы Национальной комиссии, в какой-то степени повлечет за собой десятки, сотни других изменений. Условно говоря, повлечет за собой в некотором смысле снежный ком реформ. Поэтому, мне кажется, очень важно сейчас понимать идеологию этой реформы, этих реформ, которые будут осуществляться. Я еще раз хочу подчеркнуть, что предлагаемые сейчас изменения, обсуждаемые нынче изменения, они являются именно первым этапом, первым периодом реализации этих масштабных новых реформ. И, как я уже отметил, главным критерием оценки необходимости того или иного шага являются именно стандарты критерий ОСР, задача осуществить переход на новые стандарты качества жизни. И сейчас в рамках Национальной комиссии в этой связи идет большая, достаточно напряженная работа. По нескольку часов, и на разу до глубокой ночи заседает Национальная комиссия, потому что дискуссии очень глубокие. Большой блок в плане нации, как вы знаете, направлен на модернизацию госаппарата. Это не случайно, я об этом специально акцентирую, потому что многие зарубежные эксперты в ходе обсуждений подчеркивают, что сегодня успешность реализации любых реформ, экономических и политических реформ, в первую очередь будет зависеть именно от модернизации системы госуправления. Поэтому очень большой блок вопросов, очень большой блок изменений предполагается осуществить в этой связи. И в конце, заканчивая характеристики этих реформ, я хотел сказать, что Национальные реформы – это не только, в том числе и внедрение новых стандартов. Это и является своеобразным ответом Казахстана на фундаментальные изменения, которые сейчас происходят в мире. Новые вызовы мировой политики и экономики достаточно серьезные, они очень судьбоносные. По сути, сейчас закладывается новый миропорядок, новые правила, новые принципы функционирования мировой политической системы, мировой экономической системы. И от выбранной сегодня модели реакции на эти процессы, которые происходят в глобальной экономике и в политике, будут зависеть положение любого государства. Поэтому выдвижение пяти инциональных реформ, пяти президентских реформ формирует совершенно новую повестку дня для Казахстана и формирует, как я уже вначале говорил, достаточно такой привлекательный тренд на модернизацию в целом на постсоветском пространстве. Не случайно сегодня вот такой большой интерес среди зарубежных политиков, политических деятелей, экспертов, потому что они тоже так же наблюдают. Аналогичные вопросы сегодня адаптации той или иной стороны экономической политической системы к новым условиям стоят фактически перед любым другим государством. Поэтому, естественно, что в экспертных кругах зарубежных очень так внимательно отслеживают вход в реформ. Одним из важных приоритетов в рамках новых президентских реформ и масштабной программы Нурлжоу, как известно, является реализация транзитно-транспортного потенциала нашей страны. Реализация транзитно-транспортной стратегии позволит раскрыть новый потенциал нашей национальной экономики и откроет широкие экономические перспективы в целом для Евразийского континента. Главная задача казахстанской транспортно-транзитной стратегии это превратить Казахстан в мощный евразийский транзитный хаб и соединить все проходящие крупные континентальные магистрали, коридоры через наш регион. По разным оценкам, оценки, конечно, разные, что в 2020 году ожидается, что объем товарооборота между Китаем и Европейским Союзом, Европой в целом, достигнут по одним оценкам 800 миллиардов долларов, по другим оценкам более 1 триллиона долларов. В любом случае это достаточно высокий показатель. И наша задача, естественно, сделать так, чтобы основной грузопоток, если не основной, то значительная часть выгодной с точки зрения наших национальных интересов проходила через нашу территорию. По разным оценкам, к 2020 году, оценкам разных экспертов, международных структур, 10% грузоперевозок между Европой и Китаем будет проходить по автомобильным и железнодорожным магистралям. Сейчас, на сегодняшний день, всего проходит 1 или максимум 2% грузопотока через автомобильную и железнодорожную магистрали. Понятно, что наша задача способствовать совместно с другими крупнейшими странами, в первую очередь с Китаем, именно проложение этих новых сухопутных транспортно-торговых коммуникаций. Ожидается, что объем грузовых перевозок между КНР, опять же, Европейским Союзом должен достигнуть, увеличиться от 117 миллионов тонн до 170 миллионов тонн. Казахстан планирует к 2020 году привлечь на транс-казахстанские, то есть на те маршруты, которые проходят через нашу территорию, привлечь не менее 10 миллионов тонн грузопотока между Китаем и Европейским Союзом. Для этих целей, для развития национальной транспортно-транзитной системы нашей страной планируется привлечь до 40 миллиардов долларов капитала, Здесь есть большой и социальный эффект по оценкам специалистов. 1 миллиард долларов, вложенных на развитие транспорта, увеличивает рабочие места на 20 тысяч мест, а в смежных отраслях до 11 тысяч мест. То есть мы получаем вместе с повышением потенциала нашей национальной экономики, мы решаем серьезный, достаточно большой пласт еще социальных вопросов. Естественно, реализация этой стратегии требует в первую очередь модернизации внутренней транспортной системы. Сегодня, по оценкам специалистов, 70% магистрали находятся в изношенном состоянии. И благодаря вот этим средствам, которые будут направлены на ближайшие 5 лет на модернизацию транспортно-транзитной системы, к 2020 году ожидается, что 80% магистрали будут уже в хорошем состоянии, 19% в удовлетворительном состоянии. Ожидается, что будет отремонтирован капитальный ремонт, будут произведены около 300 ЖД-вокзалов, будут обновлены более 600 локомотивов, 20 тысяч грузовых и пассажирских вагон. То есть мы должны будем подготовить соответствующую внутреннюю инфраструктуру. Вот реализация всего этого комплекса мер, модернизация внутренней системы, реализация новых региональных транспортных проектов по разным, опять же, расчетам должны позволить 2020 году увеличить объем транзитных перевозок через Казахстан в 2 раза, а доходы от транзита в 3 раза, то есть с 1 миллиарда до 3 миллиарда долларов США. То есть мы видим, что цена вопроса достаточно очень большая. То есть мы в кратчайшие сроки должны осуществить вот эти все шаги и изменения для того, чтобы обеспечить переход на новый уровень. Как вы знаете, Казахстан уже запустил ряд новых транспортных проектов. Это Жизказган-Бенев, 988 километров, это Аткалук-Шубар-Коль, 214 километров. Вот этих участков впервые соединили западные и центральные и восточные регионы страны и сократили расстояние транспортировки на маршруте Достык-Актау на 748 километров или позволили увеличить грузопоток на 40%. Узень-Булашак-Берекет-Горган, пропускная способность около 10 миллионов тонн. Главное, как бы, итог или преимущество реализации этого проекта, что она позволила впервые диверсифицировать международные транспортные маршруты нашей страны. То есть у нас до этого были все-таки в одних направлениях. Мы открываем совершенно новый путь для нашего региона. И трансконтинентальный автокоридор Западной Европы, Западной Китая, реализация которого позволит нам включиться в европейскую и азиатскую транспортную инфраструктуру. Вот я почему об этих проектах рассказываю, потому что об этих проектах нужно постоянно говорить и анализировать. Мне кажется, значение их еще не в полной мере оценено нашими экспертами. Почему? Потому что реализация всех этих проектов, отмеченных высших, они, вот я общался с моими китайскими коллегами, европейскими экспертами, все они считают, что вот эти все эти проекты позволили кардинальным образом изменить региональную карту транспортных коммуникаций. То есть кардинальным образом резко она изменилась. Все эти проекты позволяют на 1 тысячу километров оптимизировать маршруты грузопотоков с направления север-юг и восток-запад, плюс снижение транспортных издержек на 30% и сокращение сроков доставки от 1 до 3 суток. Потому что для производителя, для транспортников в первую очередь важна, что это цена и сроки доставки. Мы эти вопросы, конечно же, решаем. И самое главное, надо еще отметить, что фактически мы не ставим перед собой эти цели, это не просто какие-то стратегические цели. И реализация этой стратегии шла все эти годы в реальности. И мы уже фактически, Казахстан уже создал трансконтинентальную опорную систему транспортировки и дистрибуции грузовых перевозок через наш центрно-азиатский регион. Это порт Ленинган, сухой порт Харгос и морской порт Ахтал. В 2014 году объем транзитных контейнерных перевозок через терминал порта Ленинган составил 70 тысяч контейнеров. В этом году, по итогам 2015 года, ожидается, что объем контейнерных перевозок уже составит 250 тысяч контейнеров. На Харгосе в 2020 году планируется, что общий объем обработки груза составит 4 миллиона тонн. И, естественно, главный наш еще транспортный узел, это порт Ахтал. Сейчас порт Ахтал обеспечивает 25% грузоперевозок в целом на Каспии. 25%. Российские порты обслуживают около 2 миллионов тонн. Наш порт Ахтал сейчас обслуживает 10 миллионов тонн груза, то есть намного больше. Но при этом мы, как вы знаете, начали большую работу по модернизации морпорта Ахтал за счет строительства нового грузового терминала, трех грузовых терминалов, не одного. Один грузовой терминал мощностью 1,5 миллиона тонн груза и два терминала в совокупности тоже 1,5 миллиона тонн. Все это позволит нам, вот сегодня, если мы морпорт Ахтал обеспечим 10 миллионов, то реализация, модернизация морпорта Ахтал позволит довести мощность порта до 22 раза, до 21 миллиона тонн. То есть это достаточно большая внушительная цифра. Плюс к этому, вы знаете, что по инициативе нашего президента в свое время была начата работа по строительству порта Курык и, в частности, строительство комплекса паромных перевозок, что позволит увеличить, опять же, объем паромных перевозок в три раза. И Курык, только Курык сможет осуществлять перевозки на Каспии до 4 миллионов тонн груза. И в прошлом году, в феврале, был создан Координационный комитет по развитию транскаспийского международного транспортного маршрута при участии железнодорожных и судоходных компаний Азербайджана, Казахстана, Турции и Грузии. В этом году планируется, по идее, хотя есть некоторые сложности, начать уже контейнерные перевозки через морпорт Акто. Там проблема единственная просто упирается на то, что на отсутствие должной инфраструктуры на территории Грузии. Но в целом, вот с интерн-азиатской стороны уже, на центр-азиатском направлении уже вся соответствующая инфраструктура уже осуществлена. То есть, как мы видим, все это время шла большая, достаточно глубокая работа по модернизации и развитию всей региональной транспортной системы, которая инициировалась нашей страной. Сейчас к теме развития транспортно-транзитной системы интерес очень большой. Есть определенную роду и конкуренции, и геополитическая конкуренция, потому что я всегда говорю, что борьба идет не только за рынки сбыта, борьба еще идет за обладание контроля над дорогами, на путями сообщения. И в этой связи геостатегическое значение центро-азиатского региона, оно серьезно повышается. Ставки возрасти, тем более после того, как Китаем был инициирован проект экономического пояса «Шелкового пути», и после того, как был объявлен соответствующий инфраструктурный фонд в размере тоже 40 миллиардов долларов. Но, несмотря на разного рода риски, конкуренцию, мы развиваем, как я уже подробно специально объяснял, мы развиваем транспортные проекты во всех направлениях. То есть наша задача максимальная диверсификация транспортных маршрутов, реализация именно совместных транспортных региональных проектов, потому что транспортные проекты создают хорошую основу для региональной кооперации. И в этой связи очень большой интерес у зарубежных экспертов вызвала недавняя инициатива нашего президента о создании объединенного евразийско-экономического пространства. То есть, по сути, идет речь об объединении потенциала экономического пояса «Шелкового пути» и Евразийско-экономического союза. Объединение потенциала этих двух проектов в разы повышает транспортные и транзитные возможности нашей страны. Конечно, это выгодно нам, это выгодно всем региональным участникам, это выгодно и всем другим крупным игрокам. И не случайно развитие транспортно-транзитной стратегии занимает, так скажем, центральное место в целом в экономической стратегии нашей страны. Ну и есть это. Я благодарю вас, Ирлан Атануна Баевич. Уважаемые коллеги, я сейчас можете задавать интересующие вас вопросы. Пожалуйста, первый вопрос, стратегия. Еще раз попробуйте, пожалуйста. Я прошу прощения за технические неполадки. Он сказал о том, что Центральная Азия может ожидать разлом. Подскажите, чем мы так, скажем, интересны для внешних сил? Спасибо. Надеюсь, вопрос услышал, да? Спасибо. Вопрос услышал, вопрос понятен. Есть, конечно, очень разные мнения среди экспертов, аналитиков о значимости Центриназиатского региона. Вот недавно тоже у нас проходила международная конференция под эгидой КИСИ. И некоторые спикеры говорили, что несколько преувеличена геостатегическая роль Центральной Азии, что якобы для внешних игроков этот регион не представляет такого большого глубокого интереса. Если был интерес, то он отчасти был связан с ситуацией в Афганистане и участием международной коалиции там. И, соответственно, с выводом коалиции, интерес к этому региону будет немножко снижаться. Но я несколько не согласен с такими мнениями. Мне кажется, что Центральный Азиатский регион имеет очень важные геостатегические значения. Исходя, как бы мы ни говорили, в первую очередь, исходя своего определенного географического и геополитического окружения. Для некоторых регионов...